В преддверии нового года многие хотят знать, что готовит нам год грядущий, каких приколов можно ожидать от судьбы в будущем. В этих сложных вопросах поможет разобраться гость в студии сегодня. Это астролог, экстрасенс, не побоюсь этого слова, хиромант Михаил Мамеев. Здравствуйте, Михаил. Добрый день. Михаил, сразу вопрос вводный. Сколько лет занимаетесь астрологией? Уже 13. 13 лет в хиромантии. Да, будет вот. Вопросы адресованы к профессионалу. Вот такой вопрос. 2013 год, который вот совсем скоро наступит. Средства массовой информации нас кошмарят, что там присутствует чертова дюжина, 13. 13. Неужели вот эта цифра, единица и тройка, так вот влияет на нашу жизнь? На самом деле сама по себе цифра 13, если ее плюсовать, выдает божественное число 4. У нас все привыкли считать, что божественное число 3, да, троица. Но на самом деле, то есть вот если брать нумерологию, то есть углубляться в оккультные науки, то божественное число 4. То есть на самом деле этот год, условно говоря, благословлен. Год просто будет очень веселый и очень напряженный, потому что постоянные события, то есть люди привыкли жить спокойно. Спокойствие 2013 года, вот чего-чего, а спокойствие ждать не стоит. То есть постоянно будут происходить события, поэтому очень напряженный будет год. Очень у многих, то есть будет, скажем так, в жизни теряться абсолютно все. И то, что он именно 13-й, сакрально, да, это будет иметь, скажем так, определенное значение, но в большей степени на тех людей, кто в первую очередь настроен на плохое, потому что он будет, скажем так, больше давать изначально, скажем так, по вере, да. То есть если человек изначально настроен получить от жизни что-то плохое, он будет это получать в полный рост, так, как никогда раньше. Если человек настроен получать хорошее, к нему гораздо легче будет приходить то, чего он ждет. В 2012-м достаточно сложно было людям добиваться своих целей, то есть приходилось либо реально идти по головам, либо очень долго ждать. 2013-й год в этом плане будет именно уникальным в том плане, что практически все будет, практически у всех приходить, можно сказать, мгновенно. Михаил, ну вот если взять нашу программу сегодняшнюю и поставить ее, например, скажем, 29-30 декабря 2013 года, ну вот все, что вы сейчас рассказали, оно же все подойдет и под следующий год. Ни хорошо, ни плохо, все будет хорошо, все будет меняться. К сожалению, нет. К сожалению, 2014-й год, он будет слишком спокойный, он будет, скажем так, слишком заболоченный. То есть 2013-й год, он именно уникальный, то есть это всплесковый год, то есть когда очень много событий, и очень многие люди будут расстраиваться в 2014-м году из-за того, что не получится прокатиться на волне 2013-го, на волне успеха, которую кто-то успеет подхватить. Потому что 2014-й год будет все успокаивать, все заболачивать, то есть он будет происходить с наименьшим количеством событий. И, кстати, если даже говорить о катаклизмах, да, то есть скорее всего в 2013-м году, скажем так, вот природных катаклизмов будет на порядок больше, чем в 2014-м. Ну, не больше, чем обычно, скажем так, в принципе. Просто вот по отношению к 2014-м. Что, не затронет никакой катаклизм? У нас-то все будет хорошо. Окромя непривычных для нас смерчей, которые вот нас не порадовали в 2012-м, и которые повторятся в 2013-м, то есть других каких-то весомых катаклизмов для России не ожидается. То есть 2013-й год, он же не высокосный? Нет. 2012-й был высокосным. Высокосный, но при этом... Да, да, лишняя сумма часов. Что это? Лишняя сумма часов в 2013-м году. Что это? Просто получилась такая ситуация, что все мы знаем, что вот эти высокосные года убирают не всю излишку минут, да, которые накапливаются за год. И к 2013-му году уже накопилось достаточно прилично часов, уже по факту там что-то около 12. Из-за этого получится, что, скажем так, многое будет происходить с небольшим запозданием, то есть метеозависимым людям будет вообще очень тяжело в плане здоровья, потому что колебать будет очень сильно народ. Вот. И люди, скажем так, которые привыкли строить прогнозы, у них будет постоянно все сбиваться. Именно из-за этого, то есть опять-таки я и говорю, что вот ожидать, что... На 2014-й год достаточно тяжело, потому что предугадать вот куда что повернет практически невозможно. Змея. Как влияет змея на нашу жизнь? Год змеи. Зачастую, то есть в первую очередь, да, это очень хитрый год, да, то есть на самом деле многим придется привыкнуть к тому, что будет много обмана, много подстав, но воспринимать это как что-то плохое, да, не советовал бы. Это уроки, да, то есть учитесь сами быть хитрее. В любом случае надо воспринимать то, что как таковой год сам по себе жалить особо никого не будет, да, кусать. То есть он будет в первую очередь предупреждать, то есть в первую очередь показывать, что где же никуда неправильно идете, то есть он будет стараться направить. То есть змея, она не только опасная, она все-таки еще и мудрая, и за счет хладнокровности очень расчетливая. Михаил, вот вопрос вам как профессионолог, человек, который увлекается и астрологией, и экстрасенсорикой. Готовились ли вы к 21 декабря? Покупали ли вы крупы, хлеб, спички и соль? Нет. И вообще отношение Михаила Мамеева к концу света? Ну, я уже говорил об этом много раз, что с друзьями постоянно над этим хохочем, то есть как люди истерию берут из ничего, объективных причин для того, чтобы что-то случилось с человечеством. Календарь Мая. Знаете, это есть старая такая добрая шутка. Приходит к вождю Мая человек, который бил календарь, говорит, слушай, у меня что-то камень закончился. Он говорит, слушай, так чего бы он там до 2013 этого года сохранился бы? А, бросай эту всю ерунду. Да. Но в 2013 будет конец света? Вот в этом году три конца у нас было света. В 2013 планируется? Ближайший конец света планируется где-то вот, когда земля схлопнется, то есть где-то через, как там говорили, 245 миллиардов лет. То есть планируется. Вот правильно, что строить планы нужно до того, как Новый год наступил? До 31, ночь с 31 на 1? Да. Планы на следующий год. Или вообще планы нужны ли они вообще? Как таковые планы, то есть любые планы в 2013 году, они просто не пригодятся. То есть год все сделает для того, чтобы ни у кого статичные планы, то есть то, к чему люди шли по обычному своему пути, по стандартному сценарию с попытками добиться, не понять чего не особо важного в жизни на самом-то деле. То есть год сделает все, чтобы произошло все по-другому. Ни хорошо, ни плохо, просто в обязательной программе, скажем так, именно по-другому. А что делать тогда? Не планировать ничего? Потому что все, что я запланирую, все будет наоборот? Не наоборот, просто будет, скажем так, отходить, то есть отхождение от плана будет настолько глобальное, что будет казаться, что все просто рушится. Как хотите, реагируйте на мои слова, но я не верю сказанному. У меня будет все хорошо. У меня все будет хорошо, и мои планы сбудутся. Люди именно с таким настроем, если они действительно сумеют включить 100% уверенность в этом, у них действительно год пройдет очень хорошо. Именно любые события, даже которые для кого-то могут показаться негативными, у людей с правильным настроем, они всегда будут приводить к тому, что все будет хорошо, приводить к успеху. А как нужно правильно настроиться, скажите? Для того, чтобы полностью принимать любые события, то есть выключить оценки. Самая большая проблема у людей – это критичность ума, что мы все пытаемся оценивать и приклеить ярлык «хорошо или плохо». Вот если суметь выключить критичность ума и воспринимать именно все приходящие события как есть, как дар, то есть вот это все нам пришло для того, чтобы у нас жизнь стала для нас же лучше. То есть вот при таком восприятии действительно будет все хорошо. Но включить такое восприятие у большинства почему-то не получается. У нас получится. У всех, кто смотрел эту программу, у всех получится. Михаил, спасибо вам за интересную беседу. Знаю, что можно долго и долго разговаривать с Мамеевым. Но, тем не менее, время закончилось. Друзья, даем свою установку. Почаще смотрите Альфа-канал и на личном опыте проверено. Все страсти и мордасти проходят стороной. Всех с наступающим Новым годом. Все у нас будет хорошо. Не верьте в те кошмары, которые вам СМИ преподносят. Счастливо, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова